АПЛОДИСМЕНТЫ А соседка, крупнее, чем в глазке, вся такая в пеньюаре в женском. Я без пеньюара, в строгой одежде, белая майка, черные трусы и носки в крупных горах, мелкую дырку. Она мне говорит, у меня утюг сломался, вы не наладите? Здравствуйте. Я три года как с мужем развелась, а утюг у меня немецкий. Я говорю, наладим утюг, что мы, дурнее немцев шои. Ну, взял инструменты, стакан сам пошел, он всегда в инструментах, пришел к ней, сел на диван, делаю утюг, телевизор не смотрю, там футбола нет, одна эротика идет. Она на меня смотрит и говорит, какие соседы у вас, руки сильные. Наверное, этими руками вы крепко женщин обнимаете. Я, кстати говоря, пять лет как с мужем развелась. И тут у нее от пеньюара пуговица отлетает. Ну, я вскочил, ну, мужик или нет, сорвал с него пеньюар, нашел в инструментах иголку с ниткой, и пришел к ее пеньюару пуговица от своих старых штанов. Она пеньюар одела, говорит, спасибо вам, сосед, большое. На следующий день часиков в девять ночи сижу, играю в домино сам с собой, выигрываю, слышу, опять стук. Открываю, стоит эта опять соседка в больном платье, загримирована вся как клоун, а вместо воротника лисица мертвая висит. Она мне говорит, у меня в ванной смеситель сломался, испанский, вы не наладите? Я говорю, наладим, смеситель, что мы, дурнее испанцев шои. Она говорит, тогда я сейчас там все приготовлю и вас позову. Минут через десять отзовет. Захожу я к ней в ванную, а эта соседка ведет себя, там, знаете, как женщина совершенно бессовестная. Прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла. Кругом свечки горят. Свет, видимо, экономит. А по телевизору опять эротика идет. Вторая серия. А она в Одессе в ванную набуровила, лепестков, как этот, светков накидала, лежит, лыбится. У нее смеситель сломан, она лыбится. Так наша ветеринарша деревенская лыбилась, когда ей взвод солдат дали в помощники. Но все лето. Чего радовалась тогда, не знаю. Я говорю, вы меня извините, но у вас же при смыве вся канализация забьется. У вас же стояк многоколенчатый, и наклон лежака на слабый уклон. Она говорит, ах, пусть все забьется. Я 7 лет как с мужем разделась. Я надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо. Я говорю, конечно, знаю. Она говорит, тогда разденьтесь. Ну, я майку снял по самые трусы. Ну, жарко ей же валяться, мне же смеситель делать. Сижу, делаю смеситель. Она внезапно ногу свою из ванной достала и мокрую на спину мне ее взромостила. Я думал, может, залезть, достать что-то хочет сверху. Нет, лежит, слепится. Ну, доделал я смеситель. Она мне говорит, может быть, вы, спаситель мой, теперь спинку мне потрете? Я 9 лет как с мужем развелась. А началка у меня итальянская. Я говорю, можно потереть? Чего мы дурнее итальянцев шутить? Ну, долго не тё. Она от началки что-то кряхтет, начала стонать, глаза закатывать. Я говорю, всё, хватит мыться. Вылазь нафиг, раскряхтишь. Собирай свои лепестки за лопухи отсюда. Она какая-то маленькая. Взрослая женщина ведется как ребенок. Протрите меня, говорит, полотенцем, а то у меня слабость. Здоровая лошадь сама себя вытереть не может. Ну, протёр её полотенцем. Вафельным. Да красна. А пока тёр, она мне говорит, какие у вас руки красивые. Опять. Точно как ветеринарша. Была у нас такая. 16 раз замуж ходила. Мужики сбегали от него, как крыс из корабля. И я сбегал. С ней невозможно ни покурить, ни книгу почитать. Всё в кроват оттащила. Ну, любила поспать. Одна, видно, боялась. Ну, вернёмся к соседке. Она мне говорит, может быть, вы по причине моей слабости меня в спальню на руках отнесёте? Я говорю, ты его! Она внезапно прыг на руку ко мне и жир. Как рубероид. Затаилась. Ну, видно, плохо я её протёр. Выскользнула она у меня. Башкой аппаркет бац и спит. Я будил бесполезно, крепко спала. Сама потом проснулась. Говорит, может, поужинаем вместе? У меня есть коньяк французский. Выпьете? Я говорю, можно и выпить. Чего мы дурней французов, что ли? Ну, по одной буквально тяпнули. Она подскочила, как блоха. Прыг, наколеника мне морда нагло, ей сидит. Она вообще не тяжёлая, не больше сотни. Но я же тоже не скамейка, правильно? Сидит, дышит на меня дыханием своим астматическим. И ногами живёт. Ну, я на её ноги смотрю. Ну, красивые, конечно, ноги брать не буду. Начало ног, красивые. Ну да, шлёпалки же у неё где-то, размер 43-й. Особенно левая. Может, больше, я же без рулетки так, на глаз прикину. Вдруг она вскакивает, делает мне приём самбо, и падаем мы прямо к ней в кровать. Она мне говорит, ну, теперь ты догадливый мой, знаешь, что делать надо? 27 лет, как с мужем развелась. Я говорю, конечно, знаю. У вас же с кровати, вон, две пружины соскочили и висят. Сейчас сделаем. Она в слёзы вся, вон отсюда, хам! Не приходи больше! Да я и сам к ней не пойду. Опасная женщина. То на колени прыгать, то смеситель делать мешает. Да ну её в баню! Я буду говорить.